Дорогие друзья, здравствуйте! Меня зовут Локтёнов Андрей Геннадьевич, я пластический хирург. Сегодня тема нашего разговора – это как проходит операция по удалению грудных имплантатов и остановлюсь на основных причинах, почему эти имплантаты необходимо удалять. И сразу хочу напомнить, что если вы пройдёте по ссылочке, которая прикреплена к этому видео, вы сможете записаться ко мне на бесплатную консультацию. Итак, мы начинаем. Итак, друзья, удаление имплантатов в настоящее время – это не редкая, скажем так, операция. Сейчас многие пациентки обращаются с такой просьбой, и достаточно часто эти операции проходят действительно в такой программе, что импланты просто удаляются и не замещаются новыми. Причины, по которым импланты удаляются, я бы их, наверное, разделил на две категории. Первая причина – это, скажем так, медицинские показания. Ну, то есть это показания, скажем так, объективные, да, по которым, ну, просто нельзя не проводить эту операцию. К ним бы я отнёс, ну, основные – это первое, механический разрыв имплантата, то есть повреждение его. Вот имплантат – это, видите, достаточно такое плотное изделие. Повредить его проблематично, тяжело, вот руками я порвать его не могу. Но вот, к сожалению, такие случаи, может быть, брак или там сильное какое-то механическое воздействие на область груди может привести к тому, что оболочка его порвётся. Внутри такой вот гель, он хоть и плотный, он не течёт как жидкость, он не вытекает в грудь, но всё равно форма уже самого имплантата меняется, ну, и, соответственно, форма самой молочной железы меняется. И всё это требует того, чтобы провести операцию и удалить вот это вот изделие из молочной железы. Это вот, скажем так, первое показание, медицинская необходимость удаления повреждённого имплантата. Второе, я бы отнёс, наверное, это так называемая капсульная контрактура. В своих роликах я уже говорил о том, что вокруг имплантата начинает формироваться соединительная капсула, то есть это инородное тело, и наш организм, это инородное тело от окружающих тканей начинает ограничивать, создавая вокруг неё вот такую оболочку. В норме она достаточно тонкая и никак не ощущается при прикосновении к молочной железе, но, опять же, существуют, скажем так, такие патологические процессы, которые приводят к тому, что эта капсула начинает утолщаться, причина её увеличивается, и это приводит к тому, во-первых, что она начинает прощупываться, грудь становится плотнее. Существуют четыре степени вот этой вот контрактуры, и уже крайние степени, третья и четвёртая, они действительно патологические, и вот четвёртая степень, это помимо того, что грудь плотная и меняет свою форму, ещё возникает достаточно такой стабильный во времени болевой синдром, то есть, грубо говоря, грудь начинает болеть. И здесь уже возникают предпосылки, показания к тому, чтобы выполнить хирургическое вмешательство, удалить эту капсулу, ну и, соответственно, конечно, эта капсула удаляется вместе с имплантатом. Ну и во всех этих случаях, опять же, пациент, он принимает решение, происходит ли просто удаление имплантата, либо мы удаляем вот этот патологический имплантат, либо удаляем капсулу вместе с имплантатом и делаем так называемый реэндопротезирование, то есть устанавливаем новый имплант. Это, опять же, принимается решение совместно с лечащим доктором, но в первую очередь оно, конечно, должно исходить у пациентов. И здесь, как бы, в продолжении возникает, как я говорил, я говорил о медицинских причинах, а сейчас я бы разделил это вот вторую, вторую группу назвал бы больше эстетические или там собственное ощущение пациентов имплантата, потому что в последнее время достаточно у многих пациентов возникают такие ощущения, что имплантат как-то влияет на весь организм, что возникают какие-то проблемы с кожей, возникают проблемы с иммунной системой. Ну, как им кажется, это, понятно, недоказуемо, но вот у пациентов создается вот такое мнимое ощущение, что имплант является причиной всех их бед. И тогда они приходят и говорят, пожалуйста, удалите импланты, я не могу с ними больше ходить, вот, поскольку они являются причиной каких-то моих внутренних, нарушений моей какой-то внутренней энергетики, нарушений каких-то моих внутренних процессов, приводят к каким-то неприятностям, там, к каким-то заболеваниям. И второе, наверное, тоже вот, это сама эстетика молочной железы. Конечно, она со временем меняется, да, не зря говорят, что в среднем где-то через 10-12 лет пациентка должна уже задуматься о том, чтобы в связи с заменой имплантата, поскольку и форма груди меняется, и тургор кожи меняется, часто происходит ее провисание, что, опять же, требует определенной коррекции для того, чтобы опять молочная железа стала выглядеть, ну, эстетически красивой. И с этой проблемой пациентка обращается к хирургу, и они вместе, опять же, решают о том, что они делают, там, удаляют ли они имплант, либо они меняют имплант, либо они меняют имплант и делают подтяжку. Опять же, это все делается и принимается решение индивидуально в каждом случае. Ну, и, соответственно, какая причина, приведшая к тому, чтобы вы решились на эту операцию, и причина, чтобы доктор взял вас на эту операцию, в зависимости от этого строится и план самой операции, да. Если мы говорим о полном удалении, там, да, то есть пациентка пришла и говорит, все, удалите, не могу больше с ними жить, тогда удаляется имплантат, там, если необходимо, выполняется, там, коррекция самой молочной железы, я имею в виду, там, выполняется подтяжка или коррекция формы ареола, это уже индивидуально, опять же, обсуждается, но единственное, что говорю, что в этом случае однозначно происходит, скажем так, удаление имплантата вместе с его капсулой, как и в случае, кстати, когда эта капсула становится патологической, толстой, в этом случае также происходит удаление и имплантата, и самой капсулы. Я в своей практике всегда стараюсь удалять имплантаты вместе с капсулой, поскольку, вот, даже если мы устанавливаем новый имплантат, то старая капсула, она не всегда может сыграть положительную роль, иногда это действительно есть такие моменты, когда мы используем материал старой капсулы для того, чтобы изменить форму кармана или там что-то еще, но достаточно часто эта капсула не нужна, и я ее стараюсь удалять. Вот, друзья, я вам рассказал о основных, скажем так, причинах, которые приводят к тому, что имплантат нужно удалить, рассказал о самой операции, как она проходит, да, может быть, еще стоит добавить, что обычно удаление имплантатов происходит из тех разрезов, из тех доступов, которые были осуществлены при первичной операции, то есть, либо это из подгрудного доступа, либо из доступа под ареолой, ну, понятно, что сложнее всего удалить из доступа из подмышечного, там, наверное, надо будет как-то корректировать и предпринимать, поднимать, возможно, другие, менять доступы для того, чтобы хорошо и полно удалить как самый плантат, так и его капсулу, но вот если у вас доступ под грудью или доступ был через ареола, они вполне достаточны для того, чтобы этот плантат удалить. Соответственно, какие-то дополнительные рубцы и изменения, они, опять же, могут быть, но если, как я ранее говорил, удаление имплантата сочетается с операцией подтяжки груди. Так, друзья, вот информации я вам выдал достаточно много, но если все-таки какие-то вопросы еще остались, пожалуйста, пишите их в комментариях, буду на них отвечать, есть ссылочка, если вы не пройдете, сможете записаться, опять же, ко мне на очную консультацию, где, если необходимо, мы еще раз все эти вопросы с вами обговорим и решим, и определимся с объемом той или иной операции, пожалуйста, записывайтесь. Вот, ну, а всем остальным я желаю, как всегда, здоровья, успехов, и будем встречаться в следующих роликах. Субтитры сделал DimaTorzok